всем привет друзья это проект школа ремонтника и сегодня я вам покажу как врезать петли фрезером без шаблона абсолютно без шаблона итак поехали и первое что нам нужно сделать это отмерить 20 сантиметров с обеих концов полотна для того чтобы дать нам последующие метку для врезки петель то есть отмечаем 20 сантиметров карандашом метку даем и после этого уже берем петлю прикладываем ее прикладывать нужно именно вот эту часть не вот эту где у нас первое крыло сливается сердечником а именно эту часть для чего это нужно сделать для того чтобы когда мы будем делать отметку вот эта часть она шла параллельно краю полотна и так прикладываем петлю если вам видно вот она отметка 20 сантиметров прикладываем петлю сейчас я вам покажу параллель вот как видите петля параллельно полотну удерживаем петлю и даем отметки ножом не сдвигая естественно этой этой петли легкими движениями острым ножом мы даем отметку и так вот у нас это черта которую мы провели ножом и и следующее что вам нужно сделать это настроить ваш фрезер на глубину погружения фрезы в толщину петли соответственно чтобы эта вся петля у нас тут топилась и так вот мой фрезер сейчас я вам покажу что фреза меня выходит она уже настроена зафиксирована то есть на толщину петли вот на толщину петли но я делал чуть меньше то есть петля у меня будет погружаться не полностью врезаться точнее она будет не полностью почему я это делаю вы увидите в следующем видео ссылка будет в конце этого ролика и также под видео в описании и теперь уже после того как мы отрегулировали глубину погружения фрезы соответственно переходим уже к самой врезке петли и что же у меня в итоге получилось получилось вот так вот вот видите эту линию которую я проводил ножом соответственно фрезой фрезером я прошел не доходя до этой линии если вы снайпер вы можете проходить по самой линии но не в этом суть суть в том что мы сейчас эту часть мы уже будем доделывать стамеской а глубина у нас уже врезана необходимое здесь у нас везде все ровно дальше как я уже сказал мы продолжим стамески молотком что получилось у нас в итоге получилось прекрасно вот так у нас петля вставляется вот она прекрасно лежит прекрасно села на свое место следующее что нам нужно сделать это перенести размеры петель на коробку обычно это делаю сразу и потом уже врезаю как в полотно так и в коробку но в данном случае у меня получилось так но разницы в принципе никакой нет для того чтобы это сделать здесь мы оставляем 3 миллиметра то есть это легко с помощью угольника отрегулировать вот этого края пропила в данном случае мы пилили под 45 градусов не под 90 как есть такой же способ в принципе в эти все видео вы можете увидеть на моем канале как пилить под 45 градусов как под 90 сейчас мы будем размечать петлю и так здесь достаточно сделать одну метку хотя вы можете сделать от края до края но не принципиально обычно я делаю метку который у нас ближе идет к краю полотна и от нее уже последствия на коробке отмечаем но сейчас я вам все это покажу и так отмечаем на этой стороне и соответственно на этой ровно по краю мы даем метку далее нам естественно нужно снять коробку и также ножом обвести приложенную петлю здесь аналогичным образом введем параллельно петли то есть стойка у нас должна идти параллельно вот этой вот части петли вот так приложить это очень легко отрегулируете увидите вот эту самую параллель обведя это дальше уже мы приступаем непосредственно к врезке но здесь немного у нас задача усложняется так как просто мы сюда фрезер поставить не можем из-за этих перепадов и сделать это соответственно без шаблона без каких-либо так креплений на первый взгляд сложновато но и есть один секрет сейчас я вам покажу как это сделать и так в общем то вот весь секрет рядом кладется у нас вторая стойка небольшую закладную мы вставляем в оба конца и прихватываем малярном скотчем не обязательно это делать струбциной так как никуда эти две стойки не разбегутся соответственно уже фрезер мы настраиваем таким образом мы настраиваем таким образом чтобы учитывая вот эту высоту фреза у нас аналогично погружалась на толщину петли так Субтитры сделал DimaTorzok После врезки фрезером остаются недоубранные части Просто убрать так же аналогичным образом стамеской и молотком Ну вот, друзья, буквально через минуту я убрал все недоубранные части И петля у нас идеально входит Что нужно сделать далее? А далее нам нужно сделать отверстие под петли Мы просто прикладываем эту петлю и ровно по центру просверливаем сверлом на три отверстия Так как стойка у нас деревянная, чисто дерево Поэтому из-за структуры, сделанной из сосны, сверло может уводить в сторону Вы это можете легко контролировать То же самое нам нужно сделать и на полотне Прикладываем петлю и просверливаем отверстие И, наконец, последнее Последнее, что нужно сделать, это прикрутить петли на свое место Ну вот и все К самой коробке это полотно вместе с петлей будет уже прикручиваться во время монтажа Для кого подходит этот способ? Для тех, кто решил установить двери себе сам, своими руками И, конечно же, для отделочников Потому что установка двери для них дело нечастое Таким способом вы можете врезать петли гораздо быстрее и гораздо точнее, чем просто стамеской и молотком На этом все, друзья Если вам понравилось видео, ставьте лайк Подписывайтесь на канал и будьте в курсе всех новых видео Пока-пока Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok